Тыквы, паутина и страшные персонажи. На одесских улицах уже витает дух Хэллоуина. У него, как и у любого праздника, есть свои традиции и атрибуты. Это карнавальные костюмы, грим и, конечно, самый главный символ – светильник Джека. Именно так называется знакомая всем тыква со свечой внутри. На рынке можно купить не только свежую тыкву, но и уже готовую к Хэллоуину. Здесь вырезают и веселые, и злые гримасы, и даже формы кошек и ведьм. Продавцы ответственно подошли к делу. Сергей продает тыквы уже много лет, а вот вырезает из них атрибуты Хэллоуина сравнительно недавно. Говорит, одесситы, как правило, выбирают веселые светильники. Больше, конечно, таких повеселее страшники. Но в основном берут маленьким детям, поэтому и берут с веселыми детствами. Тыква с рожицей стоит так же, как и целая – 15 гривен за килограмм. А если вы хотите прочувствовать всю атмосферу Хэллоуина, сделать светильник самим проще простого. Нужен трафарет, фломастер, нож и немножко фантазии. Школьник Лев пришел на рынок с папой и младшим братом выбирать свежие тыквы. Мальчик рассказывает, Хэллоуин отмечает, как положено. Лучусь в двери и прошу конфеты. Самые популярные персонажи на Хэллоуин – скелеты, вампиры, зомби и ведьмы. Все хотят примерить на себя облик нечисти. Создать образ самостоятельно так же несложно. Для грима нужны краски и немного времени. Костюм можно взять в театре или карнавальном магазине, а так же надеть что-то из своего гардероба. Черное что-то, если это девушка, то корсет какой-то, какие-то лосинки, что-то гламурное, если девушка пожелает. А если парень, то обыкновенная футболка, свитерочек, то есть что-то темное, что привлекало бы внимание к нашему лицу, к нашему образу. Отмечают Хэллоуин в ночь с 31 октября на 1 ноября. Древние кельты считали, что в это время умершие посещали свои бывшие жилища в сопровождении ведьм, вампиров и другой нечисти. Поэтому все ритуалы совершали, чтобы защитить от нежеланных гостей свой дом. В процессе глобализации Хэллоуин теперь известен во всем мире. Но в Украине, как и в большинстве других стран, он отмечается по-своему. Если от него относиться с иронией и юмором и устроить какие-то даже перформансы, страшилки, ужасающие аттракционы, пугающие шутки, это все свойственно человеку, вспомнить далекое детство. Страшилки сопровождали, наверное, все наше детство. То в итоге любой праздник, в том числе этот, призван снять негативные нагрузки с нашей психики. В Украине в разные времена существовали аналоги Хэллоуина, например, русальги дни. В эти ночи также отгоняли злых духов от своих домов. Но время идет, и на смену старым праздникам приходят современные. И к ним стоит относиться с юмором. Александра Оченкова, Руслан Пейков, Первый городской.